Всем добрый день! Меня зовут Шубина Ирина. И мне посчастливилось сегодня взять интервью у специалиста в области психосоматики и психологии Краковой Натальи. Добрый день! Добрый день! Добрый день, Ирина! И первый мой вопрос, конечно же, о том, что я вот знаю, вы были в свое время успешной бизнес-леди, а потом ваше решение переменилось, и вы стали таким знаменитым специалистом в области психологии. Как это произошло? Спасибо, Ира, за комплимент. Очень приятно. Да, действительно, как я люблю говорить, в первой половине своей жизни я занималась, ну, работала совершенно в другой области, никак не связанной с психологией, от психологии была очень далека. Так как по образованию, по-первых, я управленец, в общем-то, в сфере управления я и работала. И работала достаточно успешно. Мне очень нравилась моя работа, и мыслей что-то менять в будущем у меня не было. Но так получилось, что у меня был период в жизни достаточно сложный, когда мне, ну, скажем так, понадобилась помощь психолога, ну, или человека, который бы мог дать мне какую-то обратную связь, как-то поддержать меня психологически. И вообще у меня было очень много вопросов, скажем так, ответов, на который я искала и не могла найти. В том числе это было связано, ну, как сейчас уже известно, со словом психосоматика. Да, то есть были вещи, которые, ну, медики разводили руками, ну, и вообще никто вот не мог мне там дать ответ, как, допустим, с какой-то болезнью справиться. Вот. И я стала искать. Стала искать, стала много читать по психологии, по психосоматике, и случайно вышла на женщину. Мы познакомились случайно на каком-то мастер-классе. Эта женщина-психолог, и вот как-то я сразу ей доверилась, она мне понравилась, и я стала к ней ездить. И, кстати, я не скрываю, ездила я к ней где-то примерно два года, как только у меня накапливались какие-то вопросы, или какое-то там, не знаю, эмоциональное напряжение, или что-то мне было непонятно. Вот. И она мне очень помогала. И, собственно говоря, вот с этого момента и начался мой интерес к психологии. Потому что я поняла такую вещь, что можно быть успешной в бизнесе, можно иметь полноценную семью, там, мужа, ребенка, в общем, все замечательно, все прекрасно. Но если у тебя есть какие-то внутренние противоречия, если у тебя есть какие-то симптомы, с которыми ты не можешь справиться в теле, допустим, то даже вот такое благополучие не делает тебя до конца счастливой. Вот. И различные перепады настроения, и какие-то, не знаю, творческие метания, не дают тебе спокойно жить и спокойно дышать, и быть счастливой. Вот это вот важный момент. И психология мне это дала. Но прежде всего вот конкретно вот эта женщина, которая... Запустила. Да, запустила. Очень во многом мне помогла. И она, конечно, там, допустим, она мне советовала, там, да, почитай вот такую книгу, или попробуй на себе вот такое упражнение, а вот попробуй вот это. И вот таким образом, вот, медленно, но верно развелся мой интерес к этому. И потом он перерос в то, что я сама захотела стать психологом, потому что мне захотелось идти еще дальше, чем вот, допустим, знает и умеет вот эта женщина. Не хотела... То есть там уже появлялись в то время новые направления, вот, которые я тоже стала изучать. Но мне это так увлекло, что я оставила свое предыдущее дело, тем более к тому времени, ну, скажем так, оно мне уже немножко, может быть, наскучило. И мне не хотелось найти себя еще в чем-то. Мне хотелось открыть какое-то свое дело, такое более женское, потому что предыдущий бизнес был такой очень мужской, скажем так. Вот. Мне хотелось что-то такое более женское. Ну, вот я себя нашла в сегодняшней профессии. Ну, понятно. А вот еще такой момент. Тоже увлекаясь психологией, я знаю, что она имеет достаточно большой спектр инструментов. Вот какими инструментами больше оперируете вы и какие ваши любимчики, можно так сказать? Угу. Ну, я скажу так, что когда я только начала свой путь психологии, я, конечно, пробовала на себе все. Там от эзотерики, да, до классического психоанализа. И я поняла одну вещь, что эзотерика мне не подходит. Ну, вот как-то не сильно на меня действуют медитации, какие-то там высший разум, высшие миры, еще что-то. Ну, в общем, как-то не пошло. Вот. А классическая психология очень даже помогала и действовала. Вот. Ну, а когда я узнала, что такое системные расстановки, когда я в них поучаствовала сначала просто как зритель, причем первый раз, когда я как зритель на это смотрела, ну, конечно, сначала был испуг. Это практически у всех так, да. Потому что ты открываешь для себя целый мир, который, оказывается, есть, но ты про него не знал. И ты как бы не веришь своим глазам. Ну, как такое может быть? Вот как этот человек сейчас может вот это чувствовать, вот это? И это правда, и это адекватно. Это не какое-то там сумасшествие, а это настоящая психотерапия. Ну, то есть это был культурный шок, назовем его так. И дальше меня уже вот в эту сферу потянуло очень сильно. Я сама выучилась на специалиста по системным расстановкам. Вот. Ну, повторюсь, кстати, тоже интересный момент. Так, сейчас очень много разветвлений в системных расстановках. Да, там есть новые методы, есть старые классические методы по Берту Хеллингеру. Я все-таки за старые расстановки. Изначальные. Изначальные, по классическому методу. Почему? Потому что они работали на мне. Они мне принесли очень большую пользу в моей личной терапии. И, соответственно, я, когда работаю с клиентами, я использую классику жанра. Вот. Поэтому это прежде всего мои любимчики – это системные расстановки. Потом. Я очень люблю гештальтерапию. Я люблю такую мягкую, но глубокую гипнотерапию. И я считаю, что очень эффективно работают телесно-ориентированные практики. Потому что работа с телом – это такая важная вещь. То есть эмоция негативная, она застревает не только в голове, она застревает в теле. Что-то очень интересное. В виде любого зажима. Это не обязательно какая-то болезнь, болячка. Какой-то вот, не знаю, блок, зажим. И ты ее прорабатываешь на уровне головы, а в теле она остается. И она фонит, что самое интересное. Вот когда ты работаешь и с сознанием, и с подсознанием, и с телом, ну вот эффект прям почти стопроцентный. То есть болячка зовет за собой, да? Да, да, да. В общем, тело записывает в себе все. Это вот просто губка какая-то, которая все впитала. Я также знаю, что вы, Наталья, не так давно прошли школу психосоматики. Вот расскажите, как она повлияла на вашу работу, что из этого вы используете, какие дают результаты. Ну, психосоматика – это очень большая тема и очень интересная. И здесь я тоже открыла для себя целый мир. Ну, прежде всего, это методы, с которыми работал доктор Хаммер. Ну, в интернете можно про это прочитать. А также Жильбер Яно. Вот эти два человека, ну, очень много внесли в развитие такой науки, как психосоматика. Что мне это дало? Это дало мне как раз вот эта работа с телом. Когда ты через какие-то телесные болезни, через телесные зажимы прорабатываешь автоматически психологическую проблему, психоэмоциональную проблему. Вот. И получается такой двойной эффект. Тебе и на душе становится легче. И у тебя болезнь может либо перестать прогрессировать, да, либо пройти совсем. Все зависит от того, до какой стадии там уже дошло. Если там дошло до стадии прям такого физического изменения органа, да, то, может быть, действительно требуется и хирургическое вмешательство, или медикаментозное лечение. То есть это не исключается. Это не исключается никоим образом, да. Но бывает так, что ни медикаменты, ни хирургия не помогает. То есть тебе что-то там отрезали, у тебя опять выросло. Тебя там таблетками глушат, глушат. Доходит до того, что они не действуют. То есть там сильнейшие антибиотики перестают действовать в какой-то момент на человека. Вот это все, это значит точно нужно подключить психосоматолога в работу, иначе это будет вот просто заезженный круг. Ну вот вообще на моем YouTube-канале вы можете посмотреть видео, где я более подробно разбираю каждую болезнь, каждый симптом. И там еще будет много что в будущем выложено, поэтому я не буду здесь долго. Ссылку, да? Да, ссылка есть на моем сайте, оно будет в конце видео, на сайт наталья.карабкова.ру. Там есть ссылка, и вы можете там все посмотреть. Понятно. Вот еще к такого плана вопрос. Какие сферы помощи людям у вас получаются лучше, чем в остальные? Что вы имеете в виду, Ира, под сферами? Сферы, ну, допустим, бизнес, отношения с людьми, или вот, ну, как сказать, там, романтические отношения, там, с родителями, опять же, отношения. С чем лучше к вам прийти, чтобы это было наиболее эффективно? Я поняла. Ну, первая тема, с которой ко мне больше всего приходят, это, конечно, тема отношений. Мужско-женские отношения. Это отношения либо с мужем, с женой, либо отношений нет, и как бы хочется, либо это какая-то неразделенная любовь бесконечная, да, вот как же так сделать, чтобы еще и меня любили. Ну, масса, масса всяких запросов, или наоборот, вот, меня все любят, а я никак не найду того, кого бы я полюбила, вот, что никто мне не нравится. То есть масса тем. Это первое, вот, самое основное, с чем приходит, потому что основная, конечно, аудитория, это же, ну, женщины. Вот, хотя было много мужчин, которые тоже приходили с этой темой. Да, да, вот, я не понимаю, я не понимаю, вот, что она, жена, от меня хочет. Вот, когда она вот это говорит, или вот так скандалит, вот, что конкретно она от меня хочет. То есть вот, и, кстати, здесь очень хорошо как раз помогает вот эти, даже диагностика, не просто системная расстановка, а диагностика по вот этому методу очень помогает найти ответы на вопросы. И, кстати, у мужчин, интересно, у них, они обычно приходят, мужчины, два-три раза. Если женщина может ходить долго, потому что женщины более эмоциональные, им все время нужно отвечать на их вопросы, то мужчины, вот, вот, они задали вопрос, ты им отвечаешь, и если они, вот, поняли, о чем речь, все, они вот, о, спасибо, я понял, и они идут дальше. Получили конкретику. Да, да, и уже из этой информации они, вот, действуют там по жизни. Вот, поэтому мужчины тоже приходят. Вторая тема, как ни странно, это отношения с родителями. Причем, так как я работаю все-таки от, в основном, там, от 18 лет и старше, да, то есть со взрослой аудиторией, казалось бы, ну, вы уже взрослые, да, и уже, в общем-то, ну, при чем тут отношения с родителями, да? Каму нет. Да, но мы все знаем, что мы все родом из детства, и как раз отношения с родителями – это фундамент того, как мы смотрим на мир, как мы взаимодействуем с партнерами, то есть это все родители, это фундамент. Я вас отлично понимаю, сама являюсь автором методики сближения родителей с детьми, поэтому однозначно согласна. Вот, поэтому, да, отношения с родителями, причем даже вот, когда уже, допустим, маме 80 лет, а клиентке 60, вот, приходят и говорят, вот, вот уже 80 лет, а мы все с мамой друг другу нервы трепим. Вот что делать? Вот подскажите, сил нету, да? Ну, то есть такой вопрос. И на третьем месте это уже и вопрос психосоматики, то есть это какие-то болезни, которые человек, у человека хронические, они не могут их уже вылечить, доктора им не помогают. Это от хронического кашля, тиков, какой-то непонятной головной боли, у тебя ничего не находит, а у тебя болит и болит эта голова каждый день. В общем, все что угодно, да, и заканчивая гастритом, аллергии, астмой, кожными заболеваниями и всем остальным. Это вот по популярности на третьем месте. Значит, да, и, конечно, популярна тема денег тоже. Вот тема работы, денег, или я не могу найти себя, не могу найти любимую работу, вот, у нее на всех работах не нравится, или мне недостаточно платят, или меня все время обманывают. Ну, в общем, как-то я теряюсь с деньгами. Это тоже тема популярная. Значит, с какими темами мне удается, ну, как бы сказать, лучше всего справляться? По моему мнению, со всеми. Ну, так, не скромно, но... Широкий спектр. Да, широкий спектр. Вот. Единственная самая такая тема, скажем, ну, не совсем психологическая, на самом деле, это тема денег. Почему? Потому что, что может сделать психолог? Он может проработать с человеком, его какие-то ограниченные убеждения, да, какие-то страхи, да, вот, больше всего страхи препятствуют хорошему взаимоотношению с деньгами. Это все можно. Конечно, но дальше человек должен идти сам, да, дальше нужно просто действовать, брать и действовать. И когда ты действуешь, ты понимаешь, что ты какие-то риски берешь на себя все равно. Ты не знаешь, вот ты сейчас в это дело вложишься, у тебя пойдет или не пойдет. Здесь надо учитывать все, да, там, какое сейчас время, что сейчас популярно. То, что вот вчера еще вот это направление было популярным, ты там мог очень быстро заработать, а сегодня оно уже не популярно. И ты все время должен быть, да, вот как рыба в воде, ты должен чувствовать вот эту конкурентную среду, что модно, что не модно, вот. И вот ты такой вот вечный серфингист такой, ловящий волну. Ну, если ты сегодня успешен со своим бизнесом, здесь нельзя расслабляться и думать, что ты обеспечил себе успех до конца своей жизни, да. Так, ничего подобного, вот, да, последний кризис, там, бац, и все поменялось. Все, там, автомобильный бизнес был, значит, в тренде и приносил прибыль, потом раз, все, автомобильный бизнес вообще. Уходит. Да, все, закрывается автосалон и так далее. И здесь ты должен уже тогда уметь, так, окей, что, чем я буду заниматься дальше, так, а как мне. Вот, обладать определенной такой стрессоустойчивостью. Это то, что по деньгам. А так, конечно, по отношениям, да, мы не можем изменить уже наших родителей, да, особенно, если, ну, это уже пожилые люди, да, даже не пожилые, мы вообще их уже изменить не можем, если они сами не хотят меняться. Никак. Мы можем что сделать? Мы можем поменять свое отношение к этому, проработать какие-то травмирующие ситуации, какие-то эмоции застрявшие, да, значит, в человеке. Проработать их как-то, их выпустить, посмотреть на родителей с другой стороны, ну, понять причину следственной связи. Почему вот мама или папа ведут себя так, а не и иначе. Почему именно к этому ребенку так, а к другому по-другому. Когда человек получает эту информацию, вот знание просто, вот причина следственных связей дает 20% успеха. Вот мы ничего еще не делали, мы ничего не прорабатывали. Мы просто через диагностику посмотрели, а что вообще происходит на глубинном уровне, да, скажем так, на подсознательном. Все, на 20% человека отпускает. На самом деле это вообще большая тема, и я думаю, мы отведем ей целую передачу. Если кому-то это заинтересует, то отметьте это, пожалуйста. Вот, и такой еще в продолжении вопрос, вот как долго клиент должен приходить на консультацию, чтобы выйти из той ситуации, которая сложилась? Да, здесь очень важный момент, что клиент ничего не должен. Вот, это первое. Клиент, вообще человек, да, назовем его так, уже не будем его обзывать клиентом. Человек приходит к психологу тогда, когда он в этом крайне нуждается. Ну, как правило, когда у человека все хорошо, он не пойдет к психологу за свои собственные деньги. Когда он понимает, что вот это ему сейчас актуальнее всего, вот он лучше на это сейчас потратит, потому что он, ну, не может, он спать не может спокойно, он есть не может спокойно, все. Это первое. И поэтому человек приходит к психологу до тех пор, пока ему после каждой сессии становится легче и легче, да, когда он находит какие-то ответы на свои вопросы. Значит, по поводу того, сколько раз, да, приходить. Вот, как я уже сказала, бывает, что достаточно одного раза. Вот был один вопрос, он получил ответ, он почувствовал, что это ответ, ну, правильный, он его понял. Сложился. Да, все, он дальше, и дальше ему уже больше не нужен психолог. А бывает, ну, что, скажем так, человеку нужна длительная помощь. Бывает, что это несколько лет терапии. Вот, ну, прежде всего, это, допустим, если у человека было тяжелое детство, ну, к примеру, какое-то там что-то такое неблагополучное, и, ну, там невозможно за одну встречу, да, что-то проработать, да, решить какие-то вопросы. Мы можем сделать только один шаг. А человек хочет дальше, дальше. Он чувствует ему лучше, он хочет еще лучше, еще лучше, и тогда он идет и делает каждый раз вот по этому шагу. Вот, и, кстати, вот я здесь как раз приведу примеры с вопросами по психосоматике, да. Бывают болезни, которые, назовем это болезни, да, какие-то симптомы, которые прорабатываются за один раз. Да, реально, я сейчас расскажу случаи. А есть те, когда человеку надо даже вот год на терапию походить, и болезнь потихонечку начинает ослабевать, действительно, ее симптом ослабевать и может уйти полностью. То есть это совершенно непредсказуемо. Бывают два-три раза. Например, вот очень быстро можно сработать с вопросами про прыщи на лице. Причем не только на лице, бывает, что на груди, вот здесь вот сверху, бывает на спине, это все тема все равно про одно и то же. Это тема про то, что я какая-то не такая, я либо некрасивая, либо неуспешная, либо вот какая-то грязная, да, но вот подсознательно это вот про неприятие себя, то ли своей внешности, то ли своей сущности. Здесь мы смотрим, откуда это появилось убеждение, то ли его кто-то внушил, то ли какое-то обстоятельство заставило человека так сделать такое, значит, самой себе внушение. И это внушение, оно уже закрепилось. То есть это обязательно, то должно еще чем-то там подкрепиться, чтобы это вылезло на физический уровень. Вот. Вот у меня три, я уже не помню, два или три случая, три, наверное, один раз работаем, и в течение двух недель после одной сессии все прыщи сходят. Вот. Все. А до этого вот либо все лицо, вот все воспаленное, просто много лет, по 10 лет воспаленное лицо, либо спина, вся спина в прыщах, вот, которые там, то они гноятся, то они проходят. Ну, в общем, вот такие. Причем люди ходят к косметологам, люди за собой ухаживают. Да, они там мази покупают хорошие, доходят до гормональных мазей, ну, все что угодно. Не помогает и все. Вот. Поэтому вот этот вот уникальный случай. А бывает, да, что надо 2-3 раза человеку прям легче, 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 и он потом говорит, о, так, вот что-то у меня уже эту болезнь не чувствую. Ну, вот это по поводу сколько раз. Ну, думаю, сейчас такой вопрос, который уже все ждут, да. Да, где можно о вас еще взять дополнительную информацию, как к вам попасть и, ну, еще какие-то контактные данные. Ну, всю информацию обо мне можно найти на моем сайте natalikorabkova.ru И там вы увидите ссылочку, как я уже говорила, на YouTube-канал. Там можно бесплатно посмотреть видео, которые я снимаю на интересные очень такие темы. И можно зайти на мою страничку в Facebook или ВКонтакте. Я тоже там всегда свежую информацию какую-то публикую. Я благодарю вас за такие развернутые и откровенные ответы на мои вопросы, да. Мы на сегодня завершаем нашу встречу. Вот, если у вас будут вопросы, мы будем рады организовать дополнительную встречу и зададим их всем. Было приятно с вами. До свидания. Спасибо большое. Всем всего доброго. Спасибо.